Двигаемся далее. Сессия в сердце революции. В Стамбуле завершилась 40-я сессия Комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Началась она 10 июля и должна была продлиться до 20 числа. Однако из-за громких событий в Турции сессия была прервана и завершила свою работу 17 июля. Но несмотря на это, за 7 дней участникам Всемирного Съезда удалось добиться определенных результатов. Так, Комитет ЮНЕСКО включил в список Всемирного Наследия 21 новый объект. Среди них комплекс Пампулия в стиле модерн в Бразилии, пустыня Дэштелут в Иране, заказник Mistaken Point в Канаде и другие. Кроме того, на сессии давали оценку и тем объектам, уже имеющим почетный статус Всемирного Наследия. Таким образом, участники съезда узнали и о проблемах Байкала. Представлял интересы республики и жемчужины Сибири бурятский эколог Сергей Шабхаев. Директор Бурятского регионального объединения по Байкалу и другие общественники подняли тему строительства ГЭС на Селинге. Что, по мнению российских экологов, при полном запуске проекта может навредить всей экосистеме озера. И вот на этот, так сказать, фон может наложиться уже воздействие от строительства ГЭС. Но оно двух типов, может быть прямое и косвенное. Прямое, если, допустим, будет 10-бальное землетрясение, то это дойдет и до ЛНД, и тут разрушения будут. А косвенное, это будет усиление вот этих негативных эффектов от регионального изменения влияния климата. То есть они еще сильнее стать, может быть, необратимыми. Будет очень негативное воздействие на русловые процессы, на ценные виды рыб, на их условия нереста. Это отдельным у нас блоком стоит проблема изучения, как повлияет на дель Пселинги строительства ГЭС. И поэтому позиция и правительства, и научной общественности, конечно, самый лучший вариант, чтобы эти ГЭС не строились. В свою очередь, комитет вступился за самый известный памятник всемирного природного наследия в России и принял резолюцию по Байкалу, которая включает ряд распоряжений по изучению особо важных вопросов по охране озера.